Всех приветствую дорогие друзья! Но в общем ряду системных налогов можно выделить отдельную группу. Эта группа де-факто является налогом на население, но называется мерами по заботе об обществе. На каждом совещании власть в лице президента, сурово жав губы, говорит. Прекратите кошмарить бизнес! Тут же вторит премьер-министр. Мы должны снизить налоговую нагрузку. Но выйдя с совещания, они тут же придумывают новые налоги. Только их обзывают мерами по заботе об обществе. Сбор с грузовиков Платон, забота о состоянии дорог. А то, что увеличение стоимости перевозок распространяется на стоимость товаров. Об этом молчок. То есть у нас и транспортный налог, и акциз еще. А теперь еще третий раз мы давайте соберем эти деньги. Поэтому эти люди на голубом глазу говорят, что они отменят транспортный налог. Уже была такая история, когда дальнобойщикам стали вставить тахографы, которых тоже не было и тоже за них штрафовали. Я уверен, что ситуация будет развиваться следующим образом. Компромиссно, с 3,74 все равно там поставят, условно говоря, полтора рубля. Оштрафуют массово, а потом будут просто медленно, но верно будут доить. Я понимаю, что у Росавтодора лохань бюджета оскудевает. Я понимаю, что, конечно, Игорю Ротенбергу, разработчику этой замечательной системы, за 10 миллиардов рублей, безусловно, не хватает денег. И, безусловно, каждый россиянин должен скинуться. Это не очень много, 10 миллиардов, в принципе, отдать этому замечательному юноше. Юноше надо поддерживать молодые дарования, юных предпринимателей, которые идут вперед. Ему, по-моему, всего 27 лет. Поэтому, в общем, это, я вижу, хорошая тенденция в программе «Ты предприниматель». Но только в определенный сегмент получается, что мы развиваем юношу, но как-то убиваем весь остальной бизнес. Эра ГЛОНАСС. Забота пострадавших в аварии. Но на федеральных трассах очевидцы аварии быстрее и надежнее вызовут скорую по 112 и помогут пострадавшим. А на отдаленных трассах, которых еще очень много, она вообще не работает. Теперь добрались до велосипедов. 11 сентября премьер-министр подписал указ о маркировке велосипедов и велосипедных рам. В России со следующей недели начнется эксперимент по маркировке велосипедов. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Цифровые коды получат двухколесные, трехколесные велосипеды. Велосипеды с двигателем и отдельно рама. Заниматься этим будет компания Центра развития перспективных технологий. Оператор ЦРПТ. Основной владелец ЦРПТ УСМ Алишера Усманова. 50%. Еще по 25% принадлежит российской госкорпорации Ростех и управляющему партнеру «Алмаз Капитал» Александру Голицкому. Но кто бы сомневался. За велосипеды теперь платить им. Слева направо. Алишер Бурханович Усманов. Продолжительное время один из богатейших бизнесменов Российской Федерации. И один из богатейших жителей Великобритании. Сергей Викторович Чемизов. Генеральный директор корпорации Ростех. Александр Владимирович Голицкий. Международный венчурный инвестор и технологический предприниматель. Фактически в стране сложилось двойное налогообложение. Первое это собственно говоря ФНС. Второе это частная фирма, принадлежащая олигархам. Которые заплатили за выдуманные абсолютно ненужные народу. И обществу законы, и откат государственным чиновникам. И теперь собирают деньги с населения. Наш дорогой уважаемый Дмитрий Атольевич Медведев. Этот неуклюжий наш премьер-министр. Который непонятно зачем там сидит. Просто восхитительно у нас с вами власть. Вот здесь сейчас находятся сотрудники полиции. ФСБ, которые меня тоже плющат регулярно. За мою бывшую деятельность. Находятся здесь представители губернаторской власти. Вот пусть они передадут все наши слова туда. Пусть они в своих отчетах ФСБшники напишут. Как народ любит нашу власть. Где эта 86% поддержка Путина? Где она? Нету ее. В 2001 году Путин сказал. Неуклонно повышать благосостояние народа. Мы должны обязательно снижать налоги. Умешать нагрузку на бизнес и так далее. В 2002-м тоже самое сказал. В 2004-м тоже самое. В 2008-м, в 2012-м. В мае 2018-м Владимир Владимирович заявил. Приоритетная задача съездить налоговое время на бизнес. Чтобы у людей улучшалось благосостояние. И вот они принимают закон о повышении МДС с 18 до 20%. Выходит, что господин Путин лжец? Лжец! Лжец или нет? Или дурак! Лжец! 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 Или вдруг соратник и подельник в этой воровской шайке Медведев. Кто? Лжец! 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 Благодаря этим законам государство заставляет простых россиян платить свои деньги олигархам за услуги, которые им абсолютно не нужны, а часто и дублируют основной налог, который уже заплатили ФНС, тот же транспортный налог. Теперь стоимость велосипедов вырастет, а лишь Русманов бесплатно не будет маркировать все велики в стране. И количество чиновников, которые контролируют этот процесс, вырастет. Надо ведь будет ввести электронные базы данных везенных, произведенных и проданных велосипедов. Проверять предпринимателей, имеющих дело с велотехникой. Сюда подтянется полиция, будет останавливать детей на великах. Пацан, зови папу с чеком. Будем сравнивать номера. Где взяли велосипед? Чек потерялся, господин полицейский. Может, решим вопрос? Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Минфин предлагает ужесточить налогообложение для богатых россиян. Я обалдел, в первую очередь, потому что прекрасно знаю, что неоднократный Путин и Медведев максимально негативно высказывались по поводу так называемой прогрессивной шкалы налогообложения, потому что они считают, что это будет неэффективно. То, что сейчас справедливо. Это 13% платят олигархи, и 13% платят нищие учителя с врачами. Это справедливо. А если мы богатых, как во всех цивилизованных странах, дополнительным налогом обложим, то это как бы даст им... Они неизбежно будут бежать от этих налогов, и ничего в бюджет вообще поступать не будет. А у нас же, как у государства, нету возможности заставить их платить налоги. Ну, в общем, вот такой вот театр абсурда. Так вот в чем, собственно, суть самой новости. Я отброшу всю шелуху на второй план. Минфин предлагает в два с лишним раза снизить налоги для иностранных олигархов. То есть иностранные налоговые резиденты, которые здесь находятся и ведут свой бизнес, и платят исконно 30%. Ну, это справедливо. А если наши граждане платят 13%, ну, иностранцы должны платить побольше, потому что они не граждане России. У них дополнительная должна быть нагрузка здесь. Это, мне кажется, абсолютно логично. Им теперь предлагают снизить налоги с 30% до 13%. Еще более абсурдно объяснение, зачем это нужно делать. Вы сейчас просто все обалдеете. И это позволит помочь администрировать этот процесс. И считать легче будет налоги. Вы представляете, просто безумие. То есть российские олигархи, которые получили зарубежные паспорта, зарубежные гражданства, теперь в России будут платить в два с лишним раза меньше налогов. Вот это настоящая политика, которую проводит сегодня действующая власть. Кому из нас с вами в последнее время снижали налоги? Ну, задумайтесь. Да никому не снижали. Их, наоборот, повышают. Последнее повышение ставки налога на добавленную стоимость яркое тому подтверждение. А сейчас они предлагают в два с лишним раз снизить налоги на олигарх. Но, тем не менее, почему новость называется так? Почему ужесточить налогообложение для богатых россиян? Они предлагают снизить сроки нахождения налогового резидента на территории России. Короче, чтобы вы понимали, некоторое время назад государство пошло навстречу олигархам и сказало, слушай, давай так, если ты большую часть времени живешь за границей, то ты никакие налоги нам платить не должен. То есть, исконно было 180 с небольшим дней, если они проживают на территории другого государства, никакие налоги не платят. Сейчас они говорят, а давай, мы, говорит, лютовать начнем, давай 90 дней поставим. Вот это, я понимаю, блин, жесткость, да, вот это диктатура в отношении богатых. Представляете, то есть теперь, если они менее 90 дней живут на территории нашей страны, а на своей настоящей родине в Италии, в Испании, во Франции, в Америке, где у них родственники, дети учатся, живут, где у них настоящие, значит, их дома построены и так далее, гражданами собственных стран, в которых они являются, то в этом случае они ничего в бюджет платить не должны. Это просто самый настоящий театр абсурда. Это просто настоящее безумие в тот год, когда вы всем отменили пенсии, когда вы каждый год урезаете социальные льготы, повышаете акции, повышаете налоги обычным гражданам. Вы опять заботитесь об олигархах. Политики и олигархи настолько скооперировались в изжимании с населения денег, что срочат законы, как из пулемета. Даже чисто по-человечески интересно, а что в следующий раз придумают? Или, если правильно сказать, какому олигарху еще понадобятся деньги. Обязательно ставим лайк этому видео, делимся с своими друзьями в социальных сетях, подписываемся на канал, короче говоря. А мы с вами не прощаемся. До встречи!